Это мой любимый момент, как-то повернусь здесь. Постоянно учишься, учишься, учишься. И я возьму здесь самый большой софтбокс. Честно, я их вообще обожаю. Ой, я не зря здесь нахожусь. Это наш совместный проект с фотошколой F-Studio. Чтобы быть профессионалом своего дела, фотографу нужно разобраться не только с камерой, но и со светом. Ведь именно правильно выставленный свет помогает подчеркнуть нужное в кадре. Когда несколько лампочек, и у людей страшные тени на лице, мы на это не обращаем внимания, потому что мы разговариваем с человеком и видим всю картину в целом. Как только мы вот в этой же ситуации сфотографируем человека на плоской картинке, где кроме его лица ничего не будет, мы прямо увидим, что что-то он стал не очень хорошо выглядеть, в жизни как-то было лучше. Используя искусственный свет, мы можем как раз-таки украсить человека, показать его в лучшем виде. А дальше мы усложняем схемы света, добавляем другие источники, которые позволяют уже не просто красиво показать внешность, но и добавить какое-то настроение, атмосферу создать. То есть уже сделать художественный кадр, который будет не просто красоту человека показывать, а какую-то мысль. заражать зрителя каким-то чувством, эмоцией. То есть передавать уже мысль фотографа, и вот это и есть художественный кадр. Свет бывает разный. Основной, заполняющий, фоновый, контровой, моделирующий. Применение того или иного вида света позволяет создать нужную экспозицию, а для всего этого необходимо профессиональное оборудование. Когда начинаешь управлять светом, то понимаешь, многие очень снимают с дневным светом и говорят, что этого достаточно. Вот всего того, сколько я уже прошла обучений, нет, этого недостаточно. Когда ты умеешь управлять общестудийным оборудованием, мне кажется, это безусловная уверенность. Во-первых, в себе, во-вторых, в качестве фотографии. Я начинаю с демонстрации одного источника света. То есть мы его крутим вокруг модели, делаем выше, ниже, левее, правее. Меняем его характеристику, более жесткий, более мягкий. И здесь мне важно, чтобы у человека возникло понимание, как направление и характеристика света меняет лицо. Кстати, само слово «фотография» в переводе с греческого означает «писать светом». Для специалиста важны такие характеристики, как интенсивность, жесткость, рассеянность и цветовая температура. Это студийные вспышки, или их еще называют моноблоки, потому что кроме вспышки здесь есть, вот как тут видно, постоянный свет, который просто помогает фотографу видеть глазами, что его ждет на кадре. Такие насадки дают мягкий свет, мягкие, рассеянные, здорово подходят для женского портрета, для детских портретов. И вот там уже надета портретная тарелка, которая будет давать жесткие глянцевые блики, лучше очерчивать лицо, фигуру. Это рефлектор, он отражает свет жестким пучком. То есть маленькая площадь насадки дает жесткий свет. Чем больше площадь насадки, тем свет мягче. Здесь мы видим прямо лампу, то есть она будет бить очень жестко. А вот эти шторки служат для того, чтобы мы могли ограничить свет, допустим, чтобы он не попадал на корпус, а светил только на лицо. Или, допустим, не засвечивал нам фон. Экспериментировать со светом фотограф может бесконечно. Главное для этого освоить азы. И к этой теме мы, скорее всего, еще не развернемся. А следующий наш урок будет посвящен созданию портфолио. Об этом расскажет фотограф из Екатеринбурга Анастасия Бармина.